Всем привет, вы на канале Кролик Баффи и сегодня мы продолжаем играть в игру Стрэй. Если вам понравится видео, то не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Вот мы с вами и на карте. Предыдущая серия закончилась на моменте, когда нам надо было прийти в это место. Садимся в лифт и смотрим, что же будет дальше. Внизу как-то страшно всё выглядит. Вылезаем с ведра и... Погоди, я помню аутсайд. Такое ощущение, что я был там раньше. Ты оттуда пришёл. Я кому-то обещал туда пойти. Но кому? Эта открытка, рисунок на стене, был сделан с ней. Давай возьмём её. Отлично, мы получили новый предмет. Откуда у меня эти воспоминания? Как они сюда попали? Пошли дальше. Отлично, мы восстановили робота воспоминания. Теперь следуем дальше. Спускаемся по лестнице и осматриваемся. Ага, сейчас мы находимся в безопасной зоне. Посмотрите, как много здесь монстров. Ну-ка отстаньте от меня. Быстро убегаем от них. Фух. Ух ты, ребята, тут есть робот. Отлично, теперь мы перешли в новую главу под названием трущобы. Давайте подойдём к этому роботу. Почему он нас испугался? Непонятно. Даже другой робот от нас спрятался. О, смотрите, тут стоит робот с оружием в руках. Надеюсь, он не станет на нас нападать. Подходим к нему и знакомимся. О, он разговаривает на непонятном языке. Кажется, у них свой язык. Ты не зурк. Мы не знакомы с такими, как ты. Добро пожаловать в наш посёлок. Только, пожалуйста, не ешь никого. Так я вроде и не собиралась. Хранитель отключил сирену. Думаю, теперь они не будут нас бояться. Хочу ещё поговорить с хранителем. Ты потерялся? Тебе что-нибудь нужно? Я хочу вам кое-что показать. О, фотография аутсайда. Какая нелепость. Лифт не работает. Все знают, что уйти отсюда невозможно. Ну, кроме аутсайдеров. Но их уже давно не осталось. За исключением Момо. Попробуй поговорить с ним. Если хочешь. Но он давно прекратил все попытки выбраться отсюда. Это к лучшему. Он живёт в этом здании с оранжевой неоновой вывеской. Большое спасибо тебе. Не стесняйся. Вызывай меня в любое время. Я рад помочь. Хранитель сказал поговорить с Момо. Он живёт в большом здании с оранжевой неоновой вывеской. Он единственная наша зацепка, чтобы выбраться отсюда. Тут мы можем поточить когти и познакомиться с местными. Ты нас так напугал. Мы думали, что ты зурк. Ну, извините. Не теряем времени и идём к Момо. Залезаем на верхние этажи. Смотрите, эти роботы что-то кидают. Ну, а мы идём дальше. Нам нужно подняться ещё выше. О, а вот и Момо. Кажется, он чем-то расстроен. Идём с ним знакомиться. Бесполезно. Зачем я их отпустил? Теперь я совсем один. Эй, ты! Чего тебе надо? У меня есть фото. Это фотография аутсайда. Ты хочешь туда попасть? Даже не пытайся. Это пустая трата времени. Это принесёт тебе только одиночество и разочарование. Мои друзья тоже об этом мечтали. Но теперь они пропали. Я остался один. Я не знаю, где они. Я пытался с ними связаться. Но этот приёмный передатчик не работает. Мы с друзьями ввели записи наших исследований аутсайда. Вот, возьми мои, если действительно хочешь туда пойти. Мы получили новый предмет. Записную книжку Момо. Теперь ты сам по себе. Я завязался аутсайдом. Удачи. Момо выглядит очень грустным. Он скучает по друзьям. Давай посмотрим записную книжку, которую он нам дал. Манифест аутсайдеров. Мы должны попасть в аутсайд любой ценой. Мы должны защитить наших братьев и сестёр. Мы должны держаться подальше от зурков. Подпись Клементина, Сбалтазар, Док и Момо. Похоже, имя Момо было добавлено позже. Думаю, нам надо найти другие записные книжки. Нам надо найти, где жили остальные аутсайдеры. О, пакет. Ой, теперь я совершенно дезориентирована. Хе-хе-хе. Осматриваем комнату. Может, тут есть какие-нибудь подсказки? Выходим из квартиры. Этот символ на стене совпадает с символом на записной книжке. Похоже, нам надо туда. Садимся в рифт и едем. Аккуратно идём по трубе до следующей квартиры. Осматриваем её. Тут есть какие-то ноты. Берём их. Отлично. Мы нашли записную книжку Клементина. На этой книжке такой же логотип, что и на той, которую нам дал Момо. Кажется, это принадлежит кому-то по имени Клементина. Всё идёт по плану. Нам удалось связаться с верхним уровнем до того, как приём и передатчик вышел из строя. Они находятся в месте под названием Мидтаун. По всей видимости, оно находится под контролем какой-то жёсткой власти. Я недавно говорила с Момо. Его глаза. Я знаю этот взгляд. Он не пойдёт с нами. Давай найдём другие записные книжки. Выходим из этой квартиры. Куда же нам теперь идти? А, нашла. Двигаемся по трубе. Теперь перелазим на следующее задание. Ой, тут есть мячик, и мы его можем скинуть. Ой, а что это здесь? А, это мы запомнили. Поразительно. Компаньоны очень сильно эволюционировали. На первых порах их простой И всего лишь имитировал человеческое искусство. Теперь всё это принадлежит им. Люди часто говорили, что искусство – выход в безвыходных ситуациях. Сейчас ситуация безусловно безвыходная. Отлично. Ещё одно воспоминание восстановлено. Тут поднимаемся наверх по крышам. Здесь работает вентиляция. Понятно, сюда надо либо что-то скинуть, либо выключить. Теперь прыгаем вниз. Можно осмотреть квартиру в поисках книжки. Где она может быть? Да, она была в одной из коробок. Это записная книжка с Балтазара. Молодец! Ещё одна записная книжка. Кажется, это принадлежит кому-то по имени Сбалтазар. Все следы органической жизни исчезли. За исключением тех, кого мы называем зурками. Они едят практически всё, что движется и размножаются с невероятной скоростью. Как будто быть запертым в этом городе было недостаточно. Давай найдём другие записные книжки. Как я понимаю, тут произошла какая-то катастрофа. И в живых остались только котики, роботы и зурки. И куда же нам надо теперь? Тут мы уже были, здесь тоже. Давайте пойдём в ту сторону. Ага, всё верно. О, тут лежит робот. Давайте с ним поговорим. На эти круги света приятно смотреть. Но я хочу когда-нибудь увидеть настоящее небо. Ребята, что за пульт? Давайте понажимаем на всякие кнопочки. Смотрите, тут есть телепередачи. Теперь проходим к последнему аутсайдеру. Ого, тут такая огромная библиотека. Тут столько книг, как найти нужную. Я думаю, здесь может быть либо подсказка, либо самокнижка. Ага, записка. Эй, док, я нашла ключи от своего сейфа. С ними надо быть осторожнее. Прятать сейф за кучей книг не лучшая идея. Ну что ж, отправляемся на поиски сейфа. Он где-то за кучей книг. Может он тут? Или тут? Ну или где-то за стеллажом. Или он за пианино. А вот и ноты. Берём их. Ух ты, мы даже на пианино играем. Ла-ла-ла. Ладно, поищем сейф именно за книгами. Ура, мы нашли его. Открываем его ключом. Тут лежит золотая статуэтка кота, какая-то бутылка и, конечно, записная книжка. Наконец-то, последняя записная книжка. Кажется, это принадлежит кому-то по имени Док. После нескольких недель исследований я объединил спектрометр с мощной ультрафиолетовой лампой. Это должно помочь нам отбиться от зурков по пути. Первоначальная попытка увенчалась взрывом. Возможно, мне придётся провести испытания в реальных условиях. В этой книжке есть записка. Там написано. Приёмы передатчики есть конструктивный недостаток. Но, кажется, я понял, как его исправить. Вот уравнение. Это должно помочь Момо починить передатчик. Если свяжемся с верхними уровнями, это может стать нашим пропуском наверх. Давай покажем ему, что мы нашли. Я думаю, это хорошая идея. И Момо может согласиться нам помочь. Прыгаем с крыши на крышу. Теперь взбираемся вот сюда. Момо, смотри, что мы нашли для тебя. Привет, маленький кот. Всё ещё ищешь эти бесполезные записные книжки? У меня для тебя есть кое-что. О, это принадлежит Доку. Он был настоящим знатоком электроники и прочего. Он всегда стоял на пороге Великого Открытия. Теперь показываем книжку Клементина. О, ты нашёл записи Клементина? Она была очень храброй, знаешь, и самым бесстрашным роботом, которого я когда-либо знал. Теперь дам ему книжку Балтазара. Погоди, ты действительно нашёл все записные книжки моих друзей? О, что говорится в этой записке? Приём и передатчик можно починить? Это невероятно! Это значит, что у нас будет связь за пределами трущоб? Клементина с Балтазар, Док, мне жаль, что я в вас сомневался. Обещаю вам, я найду способ выбраться наверх. Спасибо, возможно, мы сможем найти путь наверх. Теперь давай починим этот кусок хлама под названием приём и передатчик. Я не против. Вуаля, работает, пойдём со мной. Хорошо, куда идём? Там наверху видишь то здание, возвышающееся над остальными. Если установить приём и передатчик на самом верху той башни, мы сможем общаться со всем городом. Возможно, мои друзья всё ещё там. Если выход есть, они об этом узнают. Ты единственный, кто достаточно мал и быстр, чтобы увернуться от зурков. Ты нужен нам, маленький аутсайдер. Помоги нам увидеть небо. Хорошо, мы поможем. Здание, которое выше всех, наверное, это вот это здание. Отлично, теперь давай установим приём и передатчик на самом верху того большого здания. Едем на лифте. И теперь идём по крышам. А вот и новая глава, которая так и называется, крыши. А вот и зурки. Ладно, бежим на счёт три. Раз, два, три. Старт! Быстро заходим и убегаем от них. А, они все на меня напали. Я умерла. Попробуем ещё раз. Попробуем обмануть зурков. Сначала дразним их, что мы здесь. Зурки, я тут. Хм, вот они за мной побежали. А я быстро иду к перекладине. Оп, и мы целы. Теперь идём дальше. А вот и следующие зурки. Их тоже надо нам обхитрить. Сначала провоцируем их бежать ко мне. А мы быстро через перекладинку пробежим. И ни один зурк до нас не доберётся. Фух, ура, идём дальше. И куда же нам теперь? Ага, вот эту надпись надо запомнить. Город полный неоновых огней. Так было не всегда. Раньше существовали строгие ограничения на потребление энергии. Особенно в трущобах. Но люди не могли смириться с постоянной темнотой. Однажды кто-то включил радужные лампы. Неоновые вывески по всему дому. Этого человека схватили и больше его никто не видел. Но это вернуло людям надежду. Вскоре все начали зажигать огни в своих домах. Угнетатели ничего не могли с этим поделать. Так люди снова могли увидеть цвета, как в аутсайде. Я думаю, это помогло. А в какую сторону нам надо? Ой, я даже не заметила эту балку. Перемещаемся по ней к следующему дому. По балкам очень напряженно передвигаться. Постоянно смотрю в оба. Посмотрите, как здесь всё утопает в тумане. Зрелище так себе. Ага, а вот и следующие зурки. Понятно, их остановила сетка. А вот и переключатель. Мы открыли им дверь, но до нас они добраться не могут. Ну а теперь опять нажимаем. А, нет, они бегут к нам. И я умерла. Ну что ж, попытка номер два. Открываем им дверь, а сами перепрыгиваем. Ага, и зурки опять меня заметили. Как же избежать нападения зурков? Давайте попробуем сразу же залезть в банку. И я опять умерла. Ладно, попытка номер три. Осматриваем эту сетку. А, так там тоже есть переключатель. Всё понятно. Открываем им дверь здесь, а сами закрываем дверь с той стороны. Только один зурк смог пробраться. Залезаем в канистру и перемещаем её. Два прыжка и мы точно от них избавились. Мы добрались до этого здания, но как же попасть внутрь? А, там проход. Идём по балке и заходим внутрь. Бррр, как тут всё мрачно. Думаю, тут тоже обитают какие-то монстры. В том числе и зурки. Ну что ж, на этом моменте наша серия подходит к концу. Если вам нравится эта игра, то обязательно ставьте лайк. Если вы хотите, чтобы я сняла третью часть, то поставьте 10 тысяч лайков и я обязательно её сниму. Ну а на этом всё. Всем пока и до скорых встреч. А вы уже смотрели это видео? Мне кажется, нет. Скорее нажимай. А, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое.